На этом уроке мы продолжим разбор имени Тагин, без Аль в начале или Аль в начале. Мы сказали, что в основе было Тагин по модели Фаулин. Дома буквы Я удалили из-за трудности произношения, что привело к встрече двух сукону Тануина и буквы Я, после чего удалили буквы Я. И у нас получилось Тагин по модели Фаулин. А если в начале мы добавили Аль, это приводит к удалению Тануина, а значит и отмене удаления буквы Я, так как она была удалена из-за наличия Тануины на конце. Когда мы удалили Тануин, причина удаления буквы Я исчезла и буквы Я возвращаются. Подобные слова одно из трех мест, где падежная огласовка бывает скрыта и подразумеваема на конце имени существительного. Значит, Ат-Та-Гью, Ат-Та-Гьяни, двойственное число, имя двойственное число. А если без Аль, то Ат-Та-Гьяни. Как мы видим, здесь не произошло никаких изменений, так как Эль в двойственном числе требует Фаулин, предшествующей буквы Я в данном случае. Ат-Та-Ги, Ат-Та-Гьяни, Ат-Та-Гуна. В основе было Ат-Та-Гьюна. Из-за трудности произношения дому буквы Я передали предшествующие буквы после того, как освободили для нее место, удалив кастрю этой буквы. Что привело к встрече двух сукона, оставившейся без огласовки буквы Я и Вауа, являющимся признаком множественного числа мужского рода, а также признаком падежа Арав. Поэтому из-за встречи двух суконов Я удаляется, и у нас остается Ат-Та-Гуна по модели Фауна или Аль-Фауна. После того, как было Ат-Та-Гьюна по модели Аль-Фауна. Дальше Ат-Та-Гья-Ту, здесь тоже без изменений. Ат-Та-Гья-Та-Ни и Ат-Та-Гья-Ту, тоже без изменений. Отсюда же и Ат-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та-Гья-Та- в именительном падеже у нас на дья скрыта или скажем подразумевается огласовка дома, в то время как в состоянии Альджар в родительном падеже подразумевается огласовка Касра. Значит АТТАГИ, АТТАГИЙЯИНИ в форме двойственных числа в родительном падеже, АТТАГИЙНА, в основе было АТТАГИЙЙИНА по модели Альфа Алина. Здесь тоже из-за трудностей произношения Касру буквы Я удалили, что привело к встрече двух суккунированных букв Я. Первая это ЛАМАЛЬФАЛЬЯ, третья коренная буква этого имени, а вторая это признак множественных числа мужского рода, являющихся также признаком падеже Альджар. Значит АТТАГИЙНА у нас по модели АЛЬФААИНА с удаленным ЛАМАМ, то есть третьей коренной буквы. Это и есть разбираемое нами в аяте ЛЕТТАГИЙНАМААБА слово. Дальше АТТАГИЙЯТИ, АТТАГИЙЯТАИНИ и АТТАГИЙЯТИ. В состоянии АЛЬНАС в обвинительном падеже мы скажем АТТАГИЙЯ с явной фатхой на конце буквы Я, читаемое, произносимое, так как фатха является самой легкой огласовкой и поэтому она проявляется, то есть произносится, читается над буквой Я. Значит из трех огласовок на конце ИСМАНХУС, имени на конце которой имеется постоянная неудвоенная буква Я, с касрой предшествующей буквы, на конце такого имени из трех огласовок не произносится две огласовки, будут скрыты две огласовки, а именно ДОММА и КАСРА, из-за трудности произношения. А что касается фатхы, то исходя из того, что она является самой легкой огласовкой, она проявляется над буквой Я, то есть читается над буквой Я. Значит ДОММА и КАСРА бывают скрытыми, подразумеваемыми над буквой Я, а фатха будет явной, произносимой, читаемой. Значит в состоянии АЛЬНАС в обвинительном падеже мы скажем АТТАГИЙЯ, АТТАГИЙЯИНИ, АТТАГИЙНА, АТТАГИЙЯТА, АТТАГИЙЯТАИНИ и АТТАГИЙЯТИ. Как мы видим, разница здесь между НАСПОМ и ЖАРОМ, между винительными и родительными падежами, только в форме единственного числа, как женского рода, так и мужского рода. А что касается формы двойственного числа, множественного числа, как женского, так и мужского рода, то здесь мы видим полное совпадение, tak как в этих четырех местах признак падежа АЛЬНАСП, один и тот же. Это Я, например, АТТАГИЙЙ НА, как в состоянии АЛЬНАСП, так и в состоянии АЛЬНАСП. Продолжение следует...